В его рамках проходит множество дискуссий по разным проблемам. В программе этого года предложено несколько новых форматов для обсуждения. В их числе сессия международного клуба «Валдай». Она состоится завтра. На повестке дня будут вопросы взаимовлияния политики и экономики. Это событие предваряют теледебаты. Они стартовали в эти минуты. Среди участников председатель Совета фонда «Валдайского клуба» Андрей Быстрицкий, бывший министр иностранных дел Италии Франко Фроттини, директор Института России, Восточной Европы, Центральной Азии, Китайской Академии Общественных Наук Юн Суан Ли и другие. Речь идет о последних событиях в Центральной Азии, действиях и интересах основных политических субъектов, оценке прогноза развития событий в регионе. В центре Москвы завершился капитальный ремонт Октябрьского тоннеля. Сегодня результат работы оценил Сергей Собянин. Строителям удалось полностью восстановить изношенные конструкции и повысить безопасность движения. Реконструкция прошла и на Калужской площади, которая находится прямо над тоннелем. Репортаж Матвея Шестакова. Он по-прежнему смотрит вперед с высоты постамента. Неизменным после реконструкции Калужской площади остался разве что памятник Владимиру Ленину. В остальном сплошные перемены. Расколовшуюся от времени и нагрузок плитку заменили новой. Теперь здесь идеально ровное покрытие и гранитные парапеты. Аккуратные газоны, цветники и клумбы. Отдохнуть от городской суеты можно на лавочках. Отспастись от летнего зноя помогут фонтаны и деревья, создающие уютную тень. Симпатично, приятно посмотреть на фонтан. Все аккуратно, самое главное, что чисто. Вот это очень радует. Четыре велопарковки, часы и информационные стенды тут же указатели основных туристических маршрутов. Новый облик площади сегодня оценил и мэр столицы. Понравилась реконструкция, вы были для нее? Да, я был. Я местный житель, стало замечательным, на самом деле. Но в целом, негде было сидеть, фонтан-то работали, там и работали. Зелень тоже была какая-то, а сейчас это плохо. Но первыми изменения заметили не пешеходы, а автомобилисты. Калужская площадь – это пересечение двух оживленных магистралей. Самый сложный объект реконструкции находится не на площади, а под ней. Октябрьский тоннель был построен в 1961 году и с тех пор капитально ни разу не ремонтировался. Поток автомобилей здесь почти всегда плотный. Тоннель соединяет Садовое кольцо, улицу Большая, Екиманка и Ленинский проспект. Именно поэтому движение не останавливали ни на минуту. Количество полос в каждую сторону просто сократили с трех до двух. Сейчас вернули прежнюю схему движения. Реконструкция длилась два года. Заменили балки, переложили коммуникации. Появилась современная, а главное, надежная гидроизоляция. С потолка больше ничего не капает, камни не отлетают. Комфорт и безопасность автомобилистов обеспечат новый материал – фронтон. Им облицованы стены тоннеля. С солнечного дня, заезжая в тоннель, темно. Именно в эту секунду бывают аварии. Этот же тоннель позволяет сгладить этот въезд. Следовательно, автомобилист, заезжая в тоннель, с перепугу не оттормаживается. Он идет ровным потоком. Водители уже оценили и дорожное покрытие. Рабочие уложили 500 метров асфальта и нанесли разметку. Реконструкция тоннеля – часть городской программы по развитию транспортной системы. Идет масштабная реконструкция транспортно-мостовых сооружений. За последние годы реконструировано 8 объектов. В этом году находятся в работе еще 4. Сегодня закончен тоннель под Калужской площадью, так называемый Октябрьский тоннель. Были проведены большие работы по замене конструкции, освещению, замене инженерной коммуникации. Отремонтированный тоннель прослужит еще полвека, а Калужская площадь, как и прежде, будет комфортным местом для отдыха москвичей. Матвей Шостаков, Руслан Прохоров, Илья Ушаков, Андрей Былычев, ТВ-центр, Москва. Другим событием. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в Алагирском районе Северной Осетии. Его вели после массового отравления местного населения питьевой водой. В ней, по итогам экспертиз, нашли опасный для человека норовирус. Он и стал причиной эпидемии желудочно-кишечных заболеваний. За медицинской помощью в течение 10 последних дней обратились около 1000 человек. Об опасной живительной влаге Владимир Гладюк. Сейчас мы проводим обеззараживание трубы, чтобы в посторонние примеси не попали бактерии, не попали к нам. Обжигаем наш краник. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Алагира ежедневно обходят жилые дома, кафе и водоохранные зоны. Берут из кранов многочисленные пробы воды. Но результаты анализов неутешительны. Были выявлены РНК норовируса второго генотипа и РНК ротовируса группы А. По бактериологическим показателям не соответствовали 52 пробы воды. За 10 дней в районную больницу обратились более тысячи человек с признаками отравления. Сейчас в городе проводится вакцинация населения. Жителям настоятельно рекомендуют не пользоваться сырой водой даже для чистки зубов. Из Владикавказа в форуме привозят бутылированную воду и раздают бесплатно. Но ее не хватает. У меня четверо детей. Я должна сейчас на всех покупать. Из-за кого-то я должна. И так у нас материальный достаток такой низкий здесь. И еще мы должны бегать и искать воду. Специалисты до сих пор не могут определить источник заражения. По предварительной информации, инфекция попала в скважины из реки Ордон, которая протекает совсем рядом. Здесь находится одна из десяти скважин, из которых вода поступает в лагерь. Сейчас все они закрыты. Рабочие очищают санитарную зону и меняют водопроводные трубы. Вода в город подается из других источников. Это небольшое строение в водоохранной зоне станция по обеззараживанию воды. В ней едва помещаются две цистерны. В одну поступает грязная вода, ее хлорируют, добавляют гранулированную соль и перегоняют во вторую цистерну. Сегодня хлора не привезли, значит полностью очистить воду не удастся. Грязная жидкость вновь поступит в главное хранилище, а оттуда по трубам потечет в дома жителей города. Как это так? Значит, уже около года травят людей. Кто в ответе? Никто не знает. Никто не знает. Это позор. Ситуация с очисткой воды не меняется с сентября прошлого года. Тогда в лагерье заболели более ста человек. Инфекция попала в воду при замене труб. Власти обещали все исправить, но до сих пор ничего не изменилось. В городе нет современных очистных сооружений. Их строят уже третий год. Не работает станция ультрафиолетового обеззараживания. Зоны хоть и называются водоохранными, но по сути их никто не охраняет. В катастрофической ситуации горожане винят руководителей района. Если бы было первый раз, я понимаю, ошиблись где-то, что-то. А сейчас уже второй раз. Умер баран, значит, чабан виноват. Вот так, хозяин виноват. Глава администрации Алагирского района, долго говоривший о нехватке денег, уже снят с должности. На помощь водоканалу пришли десятки волонтеров. Они приводят в порядок санитарную зону возле скважины. Косят траву, убирают мусор, чего не делалось годами. Владимир Гладюк, Ольга Кузнецова, ТВ-центр, Алагир, Северная Осетия. В Донбассе силовики продолжают обстрелы жилых домов в пригородах Донецка. Власти ДНР сообщают о восьми случаях нарушения перемирия. А в это время украинские власти разбираются со своими милиционерами, которые совершали тяжкие преступления на юго-востоке страны. Илья Андреев с подробностями. Похищение местных жителей, пытки, изнасилования, убийства – это далеко не полный список преступлений, в которых подозревают бойцов спецроты Торнадо. И ополченцы, и местные жители уже давно говорили о преступниках в военной и милицейской форме. Но до сих пор так называемые добровольческие батальоны следователи обходили стороной. Членами этой преступной организации на базе роты милиции были оборудованы потайные места в подвальном помещении общеобразовательной школы города Приволье. Также там были приготовлены средства, которые применялись для совершения насильственных действий, нанесения побоев и телесных повреждений гражданам, которых незаконно задерживали. Детально рассказывать о том, что перенесли эти люди, просто не поворачивается язык. Костяк спецроты МВД Торнадо составляли бойцы бывшего батальона «Шахтерск». Его украинские власти ликвидировали за мародерство и дискредитацию ВСУ еще в прошлом году. Даже на фоне скандального Азова преступления этих бойцов выглядели слишком уж вызывающими. Но вряд ли новое уголовное дело можно объяснить желанием Киева навести порядок в зоне боевых действий. Многочисленные обращения местных жителей все это время оставались без внимания. Только после того, как бойцы Торнадо задержали несколько составов с углем из Луганска и обвинили губернатора области в контрабанде, Геннадий Маскаль немедленно потребовал привлечь их к ответственности. Вместо того, чтобы сконцентрировать свои усилия и дать достойный отпор врагу, некоторые подразделения МВД Украины стали на путь совершения преступлений. А чтобы прикрыть свое недостойное поведение, выдают себя ворцами с воображаемой контрабандой. Реальной контрабандой сегодня на Украине принято называть не вагоны с углем и коксом, а попытки мирных жителей провести продовольствие и медикаменты в Донецк и Луганск. Сегодня в силу вступили новые правила досмотра на блокпостах. Они уже привели к многокилометровым заторам. Запрещено движение общественного транспорта. А на легковушках в Донецк и Луганск теперь нельзя возить продукты. Ужесточение блокады Донбасса лишило тысячи жителей возможности ездить на украинскую территорию за едой, лекарствами и получать причитающиеся им украинские пенсии. Будем все на ДНР переходить пенсии, а что делать? Это идиоты, которые устроили такую жизнь. Мы же считаемся Украиной. И здесь Украина, и там Украина. Мы оккупировали территорию. Кем? Кто ее оккупировал? ДНР. А кто такой ДНР? Вот я ДНР. В этих условиях единственным легальным источником поступления медикаментов и продовольствия в Донбассе остаются российские гуманитарные конвои. 30-й караван белых грузовиков прибыл в Донецк и Луганск сегодня. В колонии около 100 автомобилей. Всего они привезли более 1000 тонн гуманитарного груза. Колонна МЧС России доставила продукты питания. Молочные консервы, муку, крупы, макаронные изделия, масло растительное, предметы первой необходимости, а также медикаменты для больницы, поликлиник Донецкой и Луганской областей. Весь груз в равных частях распределен между Донецкой и Луганской областями. Между тем, обстрелы Донбасса не прекращаются ни на один день. Сегодня в Донецке сообщают о 8 случаях нарушения перемирия со стороны силовиков. Жертв нет, данные о разрушениях уточняются. Илья Андреев, Алексей Платонов, Артем Расказихин, ТВ-центр. На Украине глава МВД Арсен Аваков отрапортовала раскрытие громкого убийства журналиста Олеся Бузины. Уже даже задержаны трое подозреваемых, причем по версии следствия двое из них исполнители. И сегодня же Верховная Рада по инициативе президента Петра Порошенко отправила в отставку главу службы безопасности страны Валентина Наливайченко. Наблюдатели связывают увольнение известного деятеля Евромайдана с коррупцией в СБУ и его политическими амбициями. Подробнее Ольга Аксенович. Депутаты не торопясь прогуливаются по залу занимать свои места, не спешат. Владимир Гройсман призывает собраться и хотя бы немного поработать на очереди. Ведь важный кадровый вопрос. Верховная Рада Украины постановляет уволить Наливайченко Валентина Александровича с должности главы СБУ Украины. В отставку Наливайченко Рада отправляет быстро, без каких-либо обсуждений. Олег Лешков измущается, обвиняет коллег в халатности. Надо было бы выслушать Валентина Наливайченко, надо было бы задать ему вопросы, услышать проект постановления от представителей президента и только после этого принимать решения. Украинское государство пребывает в условиях военной агрессии со стороны России, а потому вопрос главы службы принципиальный, нуждается в обсуждении. В Эстонии жители просят быть внимательными и по возможности не покидать своих домов. Там ищут злоумышленника, который накануне устроил кровавую бойню в одной из старейших и самых известных афроамериканских церквей. Погибли 9 человек. В полиции уже сообщили, что инцидент будут расследовать как преступление на почве расовой ненависти. Картину произошедшего восстановит Кристина Мамиканян. В окрестностях Чарльстона, возможно, бродит убийца, предупреждает полиция. Молодой белый мужчина среднего роста накануне убил 9 человек. Преступление совершено с особым цинизмом. Злоумышленник ворвался в одну из старейших афроамериканских церквей и застрелил людей во время молитвы. В нашем распоряжении оказались видеозаписи с предполагаемым убийцей и его транспортным средством. Мы просим вас распространить эту информацию. Преступник опасен, чрезвычайно опасен. Нам нужна ваша помощь, чтобы задержать его как можно быстрее. Среди погибших только чернокожие. Пастор прихода, он же сенатор штата Южная Каролина, погиб вместе со своими прихожанами. Еще один человек тяжело ранен. Полиция была на месте трагедии спустя считанные минуты. Стрелка тут же объявили в розыск. В спешке задержали молодого человека. Позже выяснилось, что он репортер и к преступлению не причастен. Журналистов в Чарльстоне в эти дни особенно много. Они съехались освещать предвыборные кампании Хиллари Клинтон и Джеба Буша. Последний отменил свой визит в город. В панике добавил анонимный звонок с сообщением о бомбе, которую якобы заложили в соседнем отеле. Видимо, злоумышленник хотел пустить правоохранителей по ложному следу. Поймать его по горячим следам не удалось. К поискам подключились сотрудники ФБР. На место ЧП съехались представители других афроамериканских церквей для совместной молитвы. Приди, Господи, приди прямо сейчас. Ты нужен нам. Поговори с нами. Наставь на путь истинный. Власти не сомневаются. Преступление совершено на расовой почве. В этом году оно уже не первое. Весной белый полицейский восемь раз выстрелил в спину безоружному нарушителю дорожного движения. Афроамериканец погиб на месте. Эта ужасная ситуация поднимает много вопросов. Белый мужчина убил людей, когда те читали молитву. Это недопустимо. Мы слишком долго молились, слишком долго стояли на коленях. Пришло время подняться. Очередное резонансное преступление против черных вызвало в Чарльстоне волну негодования. Власти опасаются, что их город станет следующим после Фергюсона и Балтимора, где недовольство местных жителей переросло в масштабные протесты и погромы. Кристина Мамиконян, Елена Сташкова, ТВ-центр.